В эфире Омск ТВ новости смотрите сегодня. Эстафета, товарищеский матч и перетягивание каната. Как прошел день физкультурника. После обрушения пола в Омской многоэтажке возбудили уголовное дело. Глава Федерального следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад расследования. Телеканал Омск ТВ рассказывал о происшествии. В ночь на 9 августа в доме номер 23 по улице Новосортировочная в одном из санузлов на первом этаже провалился пол. Обошлось без пострадавших. Местные жители рассказали, здание покрыто трещинами, а в квартирах постоянные протечки. Дом признали аварийным в 2017-м. Однако около 60 собственников до сих пор ждут переселения. Следователи возбудили уголовное дело. Работа на контроле центрального аппарата ведомства. В Омске задержали пьяную школьницу за рулем. В ночь на 12 августа госавтоинспекторы дежурили в Центральном округе. Обратили внимание на слишком молодого водителя «Жигули». Потребовали остановить машину. За рулем оказалась 15-летняя девушка с признаками опьянения. На место приехала мать. В ее присутствии прошло медосвидетельствование. Правоохранители провели профилактическую беседу как с дочкой, так и с матерью. Информация об инциденте передана в инспекцию по делам несовершеннолетних. Автомобиль помещен на спецстоянку. Без резиновых сапог в больницу не попасть. Недалеко от медсанчасти номер 7 на улице Творковского образовалось стихийное озеро. Спонсоры нового водоема – открытый колодец и авария на коммуникациях. Четыре недели льется вода. Мы во двор уже войти не можем, ни выйти, ни дорогу не перейти. И как долго это будет все продолжаться, то есть вообще какой-то беспредел. Тема это ливневка вообще. Но с нее бьет давление. То есть где-то холодная труба от водоканала лопнула, и через ливневку вытекает. Практически уже почти что месяц. А за сутки вытекают десятки тонн воды. Откуда приходит столько воды – неясно. Зато ясно, куда она бежит. Ручей вдоль проспекта Мира и улицы Андрианова. Местные жители к мокрым тротуарам привыкать не хотят. Каждый день ждут ремонта. В Омске водоканале утверждают – свою работу уже сделали. Бригада Омского водоканала 5 августа устранила повреждения на водопроводных сетях по улице Творковского, 10. Что касается колодца ливневой канализации, данные сети обслуживаются управлением дорожного хозяйства и благоустройства администрации Омска. Эстафетную палочку водоканал передал городской администрации. А вот примут ли они ее – неизвестно. Мы запросили информацию, чтобы наконец выяснить, кто избавит нефтяники от бесконечных луж. Новая волна отключений горячей воды в Омске. Горожане продолжают жаловаться на отсутствие ресурса. Обращения поступают в мэрию, в профильные кампании, публикуются в соцсетях. Тенденция этого сезона – не включать воду после плановых двух недель. Так, омичи говорят о задержках на Котовского, 10 лет октября, на улице Олега Кышевого, Малиновского, 20-го портсезда, на линиях. Некоторые дома отключены уже больше месяца. У пресс-служб ответ один – объем работы большой, персонал загружен, поэтому ремонт затягивается. А причина постоянных порывов – изношенность сетей. Отметим, на все выходные без горячей воды остались жители нефтяников. Там очередная коммунальная авария. Сейчас компания Омск РТС на своем официальном сайте запустила поиск по отключениям. Можно узнать информацию о работах на вашем доме. В перечне представлены только дома, получающие горячую воду и теплоснабжение от теплоисточников Омск РТС и ТКК-11, а также других источников при условии официального информирования Омск РТС. Если вы не нашли свой дом, обратитесь в свою управляющую компанию, к поставщику услуг, указанному в квитанциях за тепло и горячее водоснабжение, или единую дежурно-диспетчерскую службу. Омск РТС Асфальтобетонного покрытия установлено 5000 погонных метров бордюра гранитного. На сегодняшний день производятся работы по устройству тротуаров, ливневой канализации и организации дорожного движения. У Амичей будет новая радость. Речь о знаменитой вывеске магазина на проспекте Карла Маркса. Старая конструкция не подлежит реставрации, сообщили в мэрии. Металл проджавел, деревянная основа прогнила, окрепление обветшали, подсветка не работает. Новую вывеску изготовит компания «Брусника». Специалисты уже приступили к работе. Новая конструкция полностью соответствует историческим параметрам. Длина композиции составляет 21 метр, высота 2,5 метра. Для изготовления букв использованы стальные трубы. Композит со светодиодными модулями, алюминий и наружный рассеиватель. Такое решение устойчиво к погодным условиям. Толщина каждой буквы составляет порядка 10 сантиметров. Почти миллиард рублей. Столько похитили дистанционные мошенники у амичей с начала 2024 года. Статистика от прокуратуры. Всего зарегистрировано 3485 онлайн-хищений. Это почти на тысячу меньше, чем в 2023. А вот сумма ущерба увеличилась. Для сравнения, 937 миллионов в этом году и 825 миллионов в прошлом. Как защитить себя от звонков аферистов и какие способы предлагают телефонные операторы. Тему кибербезопасности обсудили с директором Омского отделения сибирского филиала компании «Мегафон» Игорем Беззубкиным. Смотрите интервью сразу после выпуска новостей. Самолет, который летел в Омск, но приземлился в поле под Новосибирском, разберут на запчасти. Такое решение приняли в компании «Уральские авиалинии». Воздушное судно было застраховано. Фирме выплачивают деньги и предоставляют право использования запасных частей. Разборка начнется до конца августа. В поле, где сел самолет, организуют небольшой городок для сотрудников авиакомпании. Им предстоит не только разобрать судно, но и перевезти элементы в Екатеринбург. Завершить процесс планируется к весне 2025 года. Напомним, в сентябре 2023 года самолет летел из Сочи в Омск. Однако не смог совершить посадку из-за отказа гидросистемы. Пилоты решили уйти на запасной аэродром в Новосибирске. Однако сильный ветер и выпущенное шасси увеличили расход топлива. Пришлось экстренно приземляться в поле. На борту 161 пассажир и 6 членов экипажа. Никто не пострадал. Активные, спортивные, здоровые. В третьем фестивале скандинавской ходьбы «Шагаем к долголетию» приняли участие около 400 амичей. Этот вид спорта с каждым годом становится все популярнее. Почему выбирают именно его? Во-первых, мышцы не дряхлеют, не стареют. Дыхалка отрабатывается. Ну и в то же время в коллективе. В коллективе общение. А возрастным людям это уже как-то нужно. Прилив бодрости, вокруг все смотришь, дыхание хорошее, осанка стараюсь держать. И самое главное еще, что в моем возрасте вроде не прибавляется вес. Скандинавская ходьба для пенсионеров – стереотип, который пора развеять. Любительским спортом интересуется все больше молодых людей. Это вообще самый первый раз от фонда защитников отечества поступило предложение поучаствовать, попробовать. Пока очень необычно. Изначально я думала, что все так легко и просто. Оказывается, есть своя техника и нужно еще правильно синхронизировать ноги с руками. В этом году фестиваль в новом формате. Для участников две дистанции – массовая на 3 километра и соревновательная на 5. Перед стартом – мастер-классы. Спортсмены рассказали и о технике, и о правилах поведения, и о дыхании. Уверенно себя чувствовали даже новички. Этот вид является наиболее доступным. Доступным с точки зрения освоения техники, освоения методики и приобретения необходимого инвентаря. Рядом нет ни одного вида физической активности и спорта, который мог бы с этим сравниться. Доступность, комплексная активность и спортивный дух. Перечислять достоинства скандинавской ходьбы можно бесконечно. Быстрее и вернее проверить на себе. Как поступили 400 амичей на фестивале. Организаторы уже готовятся к следующему. Он пройдет в 2025 году. Настрой есть, точно? Да! Боевой настрой, громкая музыка, веселый смех и море энергии. В детском лагере юбилейный праздничная зарядка ко дню физкультурника. Среди 70 школьников бронзовый призер чемпионата Европы по футболу и президент футбольного клуба «Иртыш» Дмитрий Сычев. Вместе с ребятами разминается и бегает по зеленому полю. Спортивная эстафета, товарищеский матч, перетягивание каната. Мне даже не надо было уговаривать. Решился мгновенно, потому что дети – это наше будущее. А тем более подрастающее поколение должно заниматься спортом обязательно, физкультурой. Профессиональные или непрофессиональные тоже они выбирают. Но я вижу, как у них горят глаза. Все спортивные, все заряженные. То есть мы нашли общий язык за две секунды. Собаки и кони. Нет, на спортивной площадке неконтактный зоопарк. Свои возможности показывают кинологи омской полиции. Служебные животные четко выполняют команды. Юные амичи смогли поближе познакомиться с хвостатыми помощниками правоохранителей. Нам было важно показать детям главные принципы здорового образа жизни, единства, сплоченности. Очень важно, что мы смогли продемонстрировать возможности наших кинологов, госавтоинспекции, патрульно-постовой службы. Привести дух и посмотреть настоящее шоу о томской полиции. Сотрудники показали ребятам самые эффективные приемы самообороны. И зрелищно, и полезно. Колено! Стань! Вперед! А пока одни школьники тренировались на площадке, другие общались со спортивным кумиром. Ко дню физкультурника в штабе общественной поддержки встреча с победителем чемпионата Европы по тяжелой атлетике амичкой Ольгой Тё. Она рассказала ребятам о правилах, которые помогли достичь высоких результатов. Это всегда вдохновляющий опыт, особенно и для спортсмена, и для ребят. Это такой некий обмен опытом. Ты заряжаешься от них, они заряжаются от тебя. Плюс круто, когда ты мотивируешь молодое поколение на занятия видом спорта, каким-либо, я не говорю профессионально, но просто даже для себя, для своего здоровья это всегда важно. Юные спортсмены не стеснялись задавать вопросы. О чем думает чемпион на церемонии награждения? Что будет после завершения карьеры? Какой самый большой вес удалось взять? А, например, Дмитрий Кулаков стремился узнать, почему такая, на первый взгляд, хрупкая девушка пришла в большой мир тяжелой атлетики. Вдохновился, в принципе, на многие спортивные подвиги. Сам спортсмен много лет играл, занимался футболом. Было очень интересно послушать про травмы, как человек справляется с травмами, почему выбрал именно этот вид спорта. Также очень интересная история запомнилась конкретно про династию спортсменки, что папа тоже спортсмен. Ольга Тё выбрала авторов самых любопытных вопросов и вручила им полезные витамины. В финале встречи фотографии на память и, конечно, автограф от знаменитой чемпионки. Больше новостей в нашем телеграм-канале. Куар-код на экране.